Книга «Открытым оком», тема Святая Библия, 24 том, вопрос 3573. Можно ли сказать, что в России были цари, стремившиеся просветить свой народ и понимавшие, что невежество как раз и плодит революционеров? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Израиле восстали подобные языки, оси, которые разворачивали народ к Богу Иегове. А в подавляющем большинстве царей часть родословных листа состоит из нечестивых. Кавычки открыты. Определяющей в решении вопрос о русском переводе Библии стала воля правящего монарха. В конце 1815 года, после триумфального возвращения в Россию, Александра I ознакомили с обширной издательской деятельностью общества. Тогда, по собственному движению сердца, он изустно повелел президенту российского библейского общества предложить Свечейшему Синоду искреннее и точное желание Его Величества доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, якобы разумительнейшем для славянского наречия, для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются. 28 февраля 1816 года князь А.Н. Голицын докладывал на Синоде волю государя. Высочайшим волей изъявлений, в частности, подчеркивалось. Его императорское величество, как внутренним божественным достоинством Священного Писания, так и самим опытами убеждаются в том, сколь полезно чтение оного людям всякого звания для преуспеяния в благочестии и благонравии, на коих жизнется истинное благо людей и народов. И посему, обращая внимание на действия российского библейского общества, с прискорбием усматривает, что многие из россиян, по свойству полученного им воспитания, быв удалены от знания древнего славянского наречия, не без крайнего затруднения могут употреблять издаваемые для них на семь единственных наречий священные книги, так что некоторые всем случаи прибегают к пособию иностранных переводов, а большая часть и сего иметь не может. Кавычки открыты. Официальный проект перевода получил продолжение и завершение в существенно иную для России эпоху, при императоре Александре II. К этому времени с исторической сцены сошли все основные инициаторы закрытия проекта российского библейского общества. Кардинально поменялось и политические и общественные настроения. В этой новой ситуации неизменный сторонник русского перевода Библии, митрополит московский Филарет Дроздов, нашел возможность снова поднять вопрос о русском переводе Библии. Переломной вехой в истории перевода стал 1856 год. События развивались следующим образом. По случаю коронации императора Александра II в 1856 годах в Москве состоялось торжественное собрание Священного Синода. На нем Синод единогласно высказался за возобновление перевода Священного Писания на русский язык. Проект определения Синода по этому вопросу составлял московский святитель уже после отъезда Синодального Собрания из Первопрестольной. Необходимость возобновления перевода обосновывалась тем, что язык славянского перевода Библии общевразумительный и общепотребительный в свое время, не таков уже в настоящее время по своей древности. В славянском переводе Библии есть многие места, в которых состав речи невразумителен и которые требуют сличения с первоначальными текстами еврейским и греческим. Пособие русского перевода нужно многим из приходского духовенства. Дело перевода Священного Писания на русское, на речи и издание оного перевода Российского Библийского общества не по рассуждению Священного Синода, но по причинам официально необъясненным приостановлено. Дальние алиуты с благословением Священного Синода пользуются некоторыми книгами Священного Писания на своем общевразумительном языке, а православные россияне только мимо сего благословения и незаконно могут удовлетворять подобные потребности. Собственно, в проекте повторялась основная аргументация указа 1816 года, санкционировавшего первый русский перевод. Предлагалось тщательно пересмотреть перевод Нового Завета, выполненный Российским Библейским обществом, перевод Псалтерии исправить через сличение еврейских и греческих текстов, новые переводы опробировать предводительным изданием в церковной периодике. Потребовалось, однако, два года для окончательного утверждения данного синодального решения. Тихомиров Б.А. Кавычки закрыты. Книга Сирахова, 50 глава, 5 стих. Кроме Давида, Языкирия и Осии, все чашка согрешили. 4 царств, 22 глава, 11 и 13 стих. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, пойдите, выпросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что вели гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанными нам. Стихотворение. Да как испортить хвост, а хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый? Нет, лучше подождать, ведь спит еще народ, а между тем авось и оттепель придет. Так хвост от проруби оттает, вот ждет, подождет, а хвост лишь более примерзает. Глядит, и день светает, народ шевелится и слышны голоса. Тут бедная моя лиса туда-сюда метаться, но уж от проруби не может оторваться. По счастью, волк бежит. Друг милый, кум, отец, кричит лиса, спаси, пришел совсем конец. Вот кум остановился и в спасение лисы вступился. Прием его был очень прост. Он начисто отгрыз ей хвост. Тут без хвоста домой моя пустилась дура. Уж рада, что на ней цела осталась шкура. Мне кажется, что смысл не темен басни сей. С щепотки волосков лиса не пожалей. Остался бы хвост у ней. Остался бы хвост у ней. Крылов, 1832 года. Стихотворение.